В небе над Самарой медведь. Так военные летчики всего мира называют российский дальний бомбардировщик Ту-95. Эти самолеты патрилируют небо над северным полушарием, но взлетают и садятся всегда на родной аэродром в Энгельсе. Посадка на чужую полосу – редкость. Потому сначала круг воздушной разведки, а потом многотонная машина плавно касается бетонки Самарского авиационного завода. В цехах Самарского завода этот самолет проведет примерно два месяца. И это не только время капитального ремонта. В декабре в небо поднимется машина, которая станет надежнее и сильнее. У самолета будут усовершенствованные системы, связанные с его боевой мощью и с тем, что применяемость этого самолета будет гораздо шире, чем она имеется сейчас. Это уже второй бомбардировщик, которому предстоит реновация в Самаре. Первый на днях покинет завод и отправится на боевое дежурство. Всего же в ближайшие два года по этой программе повысят свою боевую мощь полтора десятка Ту-95. Российские медведи станут еще сильнее. С полосы завода «Авиакор» эта машина впервые поднялась в небо четверть века назад. И вот возвращение в родной дом, где грозный боевой бомбардировщик ждет второе рождение. Андрей Волков, Артем Сулайманов, Владимир Юдин. События.